Важная информация для автомобилистов. Чтобы закончить дорожные работы по примыканию улицы Кирова к Некрасово в жилом районе Арбан, дорожным строителям необходимо закрыть боковые въезды на этот участок и съезд с улицы Кирова. Рабочие обустроят там еще несколько колодцев, завершат формирование основания проезжей части, асфальтирование, поставят бордюрный камень. Въезды с улицы Некрасово на Кирово будут закрыты с 4 октября и до окончания работ. Соответственно, ограничат подъезды со стороны улицы Кирова к заправке и на парковку к торговому центру. Водители просят продумывать маршруты движения заранее. Если из крана идет ржавая вода, можно получить перерасчет по коммунальным платежам. Как рассказали в Минстрое Хакасии, с запуском отопительного сезона в Абакане участились жалобы горожан на грязную воду с примесями. Специалисты поясняют, в первую очередь собственник должен сообщить о проблеме в аварийной диспетчерской службе управляющей компании. Диспетчер согласует дату и время проведения проверки. Затем будет составлен акт по выявленным нарушениям. Только таким образом собственник квартиры может добиться уменьшения платы за воду ненадлежащего качества. Абакан принимает всероссийский турнир по настольному теннису. Соревнования такого уровня в республиканской столице пройдут впервые. Агни саян соберут около 200 теннисистов из 12 регионов страны. Выяснять, кто сильнейший, будут юниоры и юниорки до 20 лет, а также юноши и девушки до 16 лет. Открытие турнира состоится 5 октября в 13.00. Состязания будут длиться три дня. В центре настольного тенниса Абакана ждут болельщиков. Победителем городского фестиваля работающей молодежи «Молодость плюс» стала делегация «Хакас Энерго». В этом году в фестивале приняли участие около тысячи молодых специалистов предприятий и организаций столицы Хакасии. 15 команд состязались в интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсах. Организаторы впервые подготовили в рамках «Молодости плюс» соревнования по легкой атлетике, спортивной рыбалке. Конкурсанты высаживали сосны в парке культуры и отдыха. Позади целый месяц соревнований и сюрпризов. Победители определены и в Управлении культуры молодежи и спорта уже приступили к подготовке конкурсных этапов будущего года. Обещают, что он будет совсем другим. Продолжение следует...